Дорогие друзья, здравствуйте! У нас сегодня 19 декабря, приближается Рождество, закончился чемпионат мира по футболу и вроде как такое яркое, веселое событие. Переходим к будням. Будни у нас в этом году очень разные, но тем не менее сегодня мы говорим действительно на важную, актуальную для многих тему вопрос инвестиций. Инвестиции в недвижимость, причем очень по-разному сейчас оцениваются перспективы рынков и прогнозы разные. Как собственно можно провести параллели с началом пандемии, когда сначала говорили, что рынки сейчас рухнут, потом выяснилось, что они даже и не рухнули в начале этого года. Да и сейчас по-прежнему есть большая неопределенность, если мы говорим о европейских рынках, что будет с энергетической стабильностью. Но тем не менее, опять же, не так страшный черт, как его умолюют. И сейчас в течение ближайших 45 минут-часа мы будем беседовать с Викторией Савченко, экспертом компании Future Real Estate из Словении. Вика, день добрый. Добрый день, Филип. Словения весьма любопытная страна, но она в целом очень красивая и интересная. Но если мы говорим с инвестиционной точки зрения, это вроде как в каком-то смысле это восточная Европа, потому что бывшая республика, бывшая Югославия, хотя есть гораздо более восточные страны в этом смысле. В каком-то смысле можно сказать, что это Южная Европа, хотя, конечно, это не Испания, не Италия, не Кипр, не Португалия. Это точно уж не Северная Европа, да. Это точно не страна, которая не является таким самым заметным игроком, если мы говорим о монстрах европейской экономики, как Германия, Франция или Великобритания. Но тем не менее, вот небольшой локальный, но тем не менее, находящийся вот именно в центре Европы рынок. Что с ним? Что будет происходить? Какие есть инвестиционные перспективы и какие шансы есть у людей из, ну скажем так, отдельно мы поговорим о россиянах, отдельно поговорим о гражданах Украины, отдельно поговорим о казахстанцах, какие возможности есть сейчас у них, какие ограничения. Ограничения на рынках есть. И, соответственно, вопросы, пожалуйста, в чате вы можете задавать. Будем продвигаться. Вика, ну вот вы этот год провели большую часть его в Словении, там периодически, я знаю, выезжали. Если говорить на бытовом уровне, что изменилось, насколько выросли цены, как вообще, может быть, энергетический кризис, он есть, его нет. Несколько слов можно об этом. Я бы точно сказала, что кризиса нет. Безусловно, цены поднялись, но это не так ощутимо, так как цены поднялись на всех уровнях. Это и бытовой уровень, и строительство поднялись, и цены на рабочую силу. Соответственно, когда рост идет цен не на одном каком-то факторе, а на всех, то в целом ты этого не особо замечаешь. Ну, вот в Словении, ну скажем, если брать последние там месяцы, может быть, лето, если подорожало, то что и насколько, я имею в виду на таком бытовом, на продуктовом уровне, сейчас пока не касаемся недвижимости. Незначительно подорожали продуктовые корзины, это практически незаметно. Могу сказать точно, что вот посещая Россию, что-то даже в России намного дороже, чем в Словении. То есть, конечно, как сейчас все говорят, многие боятся, подорожала несколько стоимость электроэнергии, но опять же, есть у государства план, они установили потолочные цены, и этот рост электроэнергии в 30%, он в целом не очень расстраивает, потому что есть предел, и выше определенных стоимостей его не будет. Окей, давайте тогда несколько слов о именно недвижимости. Как изменились цены, скакнули они, не скакнули. Опять же, если можем вернуться там на некоторое время назад, потому что мы беседовали год назад, когда определенный рост ощущался, но это была такая пандемическая специфика. Пожалуйста. Как раз таки да, вот если посмотреть на аналитику последних полутора-двух лет, после ковида был очень большой рост именно жилой недвижимости. То есть, сильно возрос квадратный метр в крупных городах Словении, в маленьких городах Словении также есть большой рост стоимости на квадратный метр. По нашей оценке, рост составил где-то 30-40%. Это за год календарный или чуть больше? Вот за последние где-то полутора-двух лет. Ага, 30-40% в Словении евро, поэтому 30-40% в евро. Это новостройки, вторичка? Это и новостройки, и вторичка, и это именно мы говорим о жилой недвижимости. То есть, понятно, что жилье всегда самый эластичный, и ценность тут на этом секторе больше всего. Но все равно, вот именно в постковидный период начался очень сильный рост. Могу сказать, что этот рост был не только в Словении, также в соседних странах, как Хорватия, Венгрия, Австрия, других странах. И, конечно, на это повлияло несколько факторов. Это и нехватка объектов на рынке, это низкие кредитные ставки, повышенный спрос не только местного населения, но и иностранцев. Плюс в этом году можно сказать, что цены не падают, но немного сократилось количество сделок. Понятное дело, что некоторым людям не очень понятно, что будет дальше. И чтобы побороть инфляцию, хотя правительство Европейского Союза предприняло поднять ставки по финансированию. Также был большой рост ставки Еврибор. Но, опять же, по нашим оценкам, если посмотреть 2008 год, когда был небольшой кризис, тогда тоже ставка Еврибор была увеличена, но она потом все равно упала. И, опять же, говоря, что они увеличили ставки по финансированию, мы все равно говорим, что на сегодняшний день ставка кредитования – это 3%. Если говорить о бизнесе, то ставка может быть 4-5% из них, 3% – это ставка Еврибор, и 2% – фиксированная ставка у банка. Но, опять же, у нас это повысилось, но если смотреть на соседние страны, где ставки 10-15%, то ставка абсолютно невысокая. Если мы говорим о покупателях, все-таки сейчас это внутренний спрос? 80% – это местные, да, это местное население, это фонды. Фонды приходят не только иностранные, но есть и славянские фонды, они очень часто скупают и недвижимость, и также бизнес. 20% – это иностранцы, это и граждане постсоветского пространства, это и граждане Германии, граждане Израиля, австрийцы. Но, да, большую часть, конечно, это местное население. Вот про многие страны говорят, что тенденция, особенно последнего года, она такая, то есть ставки были низкие, они были не только в этом году низкие, в прошлом, в позапрошлом, и это очень сильно повлияло на, ну, собственно, готовность людей покупать. То есть вот в банках держать деньги было невыгодно, в банках, в смысле финансовых учреждений, держать деньги было невыгодно, они стали вкладывать в том числе в недвижимость, а вот сейчас происходит некая обратная составляющая, и вот в моменте, ну, там, 3-4 месяца спрос падает. Вы это сейчас как-то фиксируете, то есть и не вот это подорожание на 30-40%, все-таки это такая внушительная цифра. Не получилось ли уже, не становится ли цены уже никаким образом, ну, такие некомфортные для покупателей? Я бы сказала, нет, рынок все-таки активен, цены не будут пока продолжать расти, то есть по нашим прогнозам в следующем году возможен рост, но абсолютно незначительный, то есть, скорее всего, цены останутся на том уровне, на котором они есть сейчас. Может быть, будет уменьшение цен на те объекты, которые изначально была завышена цена, то есть, когда был вот этот невероятный спрос, конечно, некоторые продавцы очень сильно завысили стоимость. Конечно, такие объекты будут дешеветь, а все, что было адекватно оценено изначально, оно останется на той же цене. Естественно, не все будут готовы сейчас инвестировать, потому что кто-то выжидает, кто-то ждет, что будет дальше, но, опять же, в Европе не так много альтернатив, куда инвестировать. То есть, если посмотреть на рынок ценных бумаг, тех же криптовалют, акций, все равно есть на рынке инфляция, и все-таки интереснее всего будет инвестировать в недвижимость. Всегда недвижимость, и сейчас также продолжается такая же тенденция. Вы сказали 30-40% рост. К чему цены пришли, ну, вот осенью 2022 года? Мы говорим о жилой недвижимости, ну, там, наверное, по основным городам Словении, Любляны, Марибор, и так далее. Допустим, если, скажем, рынок новостроек, возьмем. Рынок новостроек в Любляне, в Мариборе очень сильно возрос, потому что, как мы знаем, в Словении не так много свободного пространства для строительства, но при этом строительство есть. Есть несколько новых объектов, жилой недвижимости, коммерческой, и на сегодняшний день по стоимости, все очень индивидуально по-разному, могу сказать про квадратный метр. То есть на сегодняшний день новостройка в Любляне может быть от 5 тысяч до 6 тысяч за квадратный метр. В Мариборе цены варьируются ниже, но это тоже может быть от 3,5 до 4,5 тысяч за квадратный метр. Ну, это качественная новостройка, то есть это такой верхний порог. Все-таки 5,5-6 даже для Любляны это такая прям уж... Да, но это действительно, это что-то очень качественное, это очень хорошая локация, это комфортное жилье и для себя, и вполне себе перспективная инвестиция для сдачи. То есть, если мы говорим об арендном рынке, то он, в общем, купив недвижимость в таком проекте, сдастся она практически без всяких проблем. 100%, конечно, потому что спрос велик, предложений не так много, поэтому... То есть, здесь и понятно, почему такая цена, потому что не так много предложений. И новые предложения, новые квартиры в новых зданиях, это, конечно, очень привлекательно. Вот поступили к вопросу, да, безусловно, мы поговорим сегодня и про проторожие, и про цены, и про ставки, и про 5% годовых и так далее, но несколько слов, давайте тогда перейдем уже все-таки к коммерческой недвижимости. Собственно, мы раньше с вами в основном в предыдущие годы говорили именно о ней, ну, просто компанию Future Real Estate, контакты, если можно, влюбите, пожалуйста, в чате. Компания Future Real Estate в основном тогда занимались именно коммерческими объектами. Что в каких сегментах, какие здесь тенденции сейчас в последнее время? Коммерческая недвижимость у нас также актуальна, объектов не так много осталось, был спрос, и на сегодняшний день у нас очень многие объекты уже проданы. Что касается доходности, она сейчас остается примерно в 4,5 до 7% годовых, что очень важно, сейчас в договоре аренды очень важно, чтобы была прописана индексация. То есть, даже при инфляции 10%, окупаемость объекта, она может увеличиться до 7-10%. Соответственно, окупаемость растет, но и стоимость увеличивается объекта. И, что тоже очень важно, большинство договоров аренды, они защищены от инфляции. Вы сейчас говорите о проектах, именно, ну, коммерческой недвижимостью, это что, это офисы, это магазины? Это могут быть и офисы, и магазины, но самое главное, это офисы и магазины уже с арендатором, уже с подписанным договором аренды, и чем больше договора аренды, тем лучше. Мы предлагаем... Конечно. То есть, мы предлагаем исключительно такие объекты. Пустой офис без арендатора мы можем предложить, но мы все равно рекомендуем обращать внимание на уже готового арендатора, с уже готовым, долгосрочным договором аренды. Ну, динамика цен, собственно, на коммерческую недвижимость, она же всегда отличается от динамики цен на жилую, тут просто нет такого, да, условного скачка. Но вот если мы говорим о магазинах, магазины это сейчас где? Это Любляна, это окраины, это небольшие городки? Это может быть и крупные города, это могут быть и небольшие города, главное, чтобы магазин, объект находился коммерчески в торговой единой зоне, где гравитация очень большая. Эту аналитику мы делаем заранее. То есть, мы понимаем, что этот магазин, он находится в хорошей локации, и мы можем эту доходность на 100% гарантировать. Но вы говорили о, опять же, что таких объектов меньше стало. То есть, рынок, ну, как бы, просто меньше продавцов или просто рынок насыщается за последнее время? Рынок насыщается, безусловно, и, опять же, мы сейчас в процессе реновации строительства новых объектов, и просто есть большой спрос. То есть, несколько объектов, которые мы построили, они были очень быстро распроданы. И сейчас мы просто в ожидании, в аналитике следующего года смотрим, что будет дальше, но предложения будут 100%. В какой степени, можно сказать, что вот изменился тренд? Два-три года назад, да и год назад, по сути, говорили о максимальном интересе к объектам, которые находятся не в Любляне, не в крупных городах вообще, да, а в торговых зонах небольших городов. В какой степени этот рынок сейчас уже пришел к определенному условному равновесию? Мне кажется, люди стали больше понимать, что гарант объекта в крупном городе не обязателен. И есть понимание, что даже если это маленький город, он может иметь не менее большую эффективность и вызывать интерес. Ну вот я вот про это и говорю. То есть, собственно, говорили о том, что сейчас, там, два года назад обращали внимание на славянские города с населением в 10 тысяч жителей. И так было. Можно ли сказать, что сейчас эта тенденция продолжилась? И вот в таких небольших городках сейчас еще есть куда строить? Да, да, 100%, да. Интерес к этому есть. И у нас, и есть покупатели для таких объектов. Поэтому 100% тенденция продолжается. Хорошо. Если мы говорим о не магазинах, а о чем-то другом, что это еще? Гостиничный бизнес, там, не знаю, ну, склады, может быть, что-то еще? Или вы по-прежнему все-таки видите относительную, ну, наиболее реальную перспективу именно в магазинах? Если мы говорим об иностранцах, которые хотят зайти на рынок Словении, конечно, мы предлагаем в первую очередь заниматься не собственным бизнесом, не развитием собственного бизнеса, а начать все же с готового объекта, с готовым арендатором, чтобы понять рынок, чтобы упростить получение документов. И уже потом, может быть, когда есть понимание своего нахождения в Словении, уже как готового опытного бизнесмена, пробовать что-то открыть свое. Но в первую очередь стоит начать именно с готовым арендатором, с готовым объектом. Мы можем предложить и гостиницы, мы всегда объясняем, что мы с трудом сможем спрогнозировать стопроцентную доходность по гостинице, потому что все зависит от управления. Очень много факторов, которые от нас уже не могут зависеть, а будут зависеть от будущего владельца. И здесь гарантировать какую-то стопроцентную доходность в цифре мы не можем. Офисы мы предлагаем, есть офисы с готовыми арендаторами, причем это крупные арендаторы арендаторы тоже с долгим договором аренды. Мы сегодня приведем такие примеры. И это будет еще не очень высокая стоимость изначально. А прогнозируя так или иначе рост стоимости на недвижимость, ваша сегодняшняя покупка, она в будущем будет стоить дороже. То есть если человек захочет в будущем продать свой объект, он на этом получит, конечно же, прибыль. Если мы говорим о долгосрочных арендных отношениях, какие сейчас сроки вам кажутся интересными и как спрос и интерес к срокам сейчас связаны? Сейчас скорее к срокам больше интерес, чем доходности. Если раньше наши клиенты смотрели изначально на годовой доход, то сейчас больше интерес вызывает именно продолжительность и долгосрочность договора. Если мы видим, что договор 10-15 лет, это, безусловно, очень интересно, это эффективно, стабильно и прибыльно в будущем. Офисы, ну хорошо, магазины, я знаю, что 10-15-летние цифры для Европы, в общем, это довольно понятная история. Офисная недвижимость, особенно если мы говорим о центральных городах, можно ли сказать, что все, уже закончилась история, там, пандемийная? Не в том смысле, что пандемия закончилась, она закончилась, это понятно. Но можно ли сказать, что закончилась история, связанная с тем, что люди вернулись в офисы и теперь, в общем, готовы сидеть в них долго? Люди вернулись в офисы 100%. В Словении не так распространена удаленная работа, как, например, в России, насколько мне известно. И, конечно, мы предлагаем офисы не просто небольших компаний, а это офисы могут быть государственные республики Словении, это банки, это страховые компании, и это, конечно же, арендаторы, которые стабильно будут работать и вряд ли куда-то захотят уезжать. Ну, я смотрю, у нас просто уже наши зрители уже ждут конкретных примеров, давайте сделаем так, поговорим сейчас про конкретные примеры, а потом несколько слов о том, как, в принципе, сегодня можно осуществлять и платежи, и вообще сделки в Словении, тем более, если у вас паспорт, допустим, гражданина России. Итак, несколько проектов. Так, секундочку одну. Секундочку, я там полистаю. Так, пожалуйста, апартаменты в Любляне, это, соответственно, жилье. Да, это потрясающее место, это в центре Любляны, возле реки. Если кто-то был в Любляне, они 100% проходили мимо этого здания. Это идеальный вариант как раз-таки для сдачи в аренду. То есть, конечно, у нас сейчас есть огромный спрос на аренду квартир от людей из абсолютно разных стран. Конечно, повышенный спрос от людей из постсоветского пространства. Но здесь мы можем гарантировать, что такие апартаменты, они будут круглогодично сдаваться для иностранцев со всего мира, потому что это супер туристический центр, это очень красивый апартамент, они свежие, они недавно были отремонтированы. И это очень хорошее будет именно инвестиция, если интерес именно инвестирование в жилое. А доходность год это цифра до уплаты налогов? Да, совершенно верно. Ну, то есть, вот, если, ну, там доход, там, конечно, надо уже в деталях подсчитывать, но если я правильно понимаю, то это где-то 4% годовых, где-то вот такая вот цифра, вот такие уже после уплаты налогов получается. Да, все, что касается расчетов, здесь мы общие сведения приводим, но для всех интересующихся, если есть интерес, мы можем делать детальный расчет и показывать доходность до уплаты налогов, после уплаты налогов и расписываем единоразовые траты при приобретении недвижимости и ежемесячные траты. То есть, у покупателя перед покупкой будет информация детальная в цифрах об этом объекте. Если мы говорим вот об этом конкретно объекте, то о чем это краткосрочная аренда, долгосрочная? Я думаю, что здесь больше подходит краткосрочная аренда, так как это туристическое место и такие апартаменты, они будут не очень дешево стоить для долгосрочной аренды. Если мы говорим, ну вот сразу вопросу, вот конкретно по налогам, я понимаю, что может быть в источнике до евро не скажете цифру, но порядок хотя бы, хорошо, доходность года, это же 28-300, после уплаты налогов, о чем здесь можно будет говорить, о какой цифре? вот по налоговой ставке, я быстро отвечу, в Словении есть два вида налога, это упрощенная система и система доходы минус расходы, упрощенная система это 4%, и доход до 100 тысяч евро в год позволяет вам находиться на упрощенной системе, со второго года доходность в год может быть увеличена, то есть со второго года можно получать до 150 тысяч в год и при этом оставаться на упрощенной системе налогообложения. Просто сразу понимать, ну мы чуть подробнее скажем, гражданам не из Евросоюза, они же могут покупать вот эту квартиру только на юридическое лицо. Любую недвижимость, жилую и коммерческую можно покупать только на юридическое лицо совершенно то есть я становлюсь вот покупая этот объект, тут цена указана, я покупаю юридическое лицо или я покупаю вернее я покупаю юридическое лицо, на котором находится эта квартира или это чуть более какой-то сложный процесс? Процесс несложный, сейчас есть конечно некоторые изменения, но сразу скажу, все возможно. Если кто-то кому-то сказал, что сейчас никому не открывают компании счета или счета закрывают, могу подтвердить на нашем опыте, на опыте наших клиентов такого нет. Процесс следующий, иностранцу необходимо открыть счет, открыть компанию в Словении, нанимать в эту компанию дополнительных сотрудников нет, необходимость учредитель компании может быть единственным сотрудником в этой компании и на эту компанию приобретается объект недвижимости. Сейчас есть безусловно некоторые сложности для иностранцев, но мы можем помимо вот этого классического процесса открытия компании открытия счета и приобретения предложить уже готовую компанию с уже с открытым счетом и мы можем это все просто переоформить на нового учредителя. Окей, давайте посмотрим второй, продвенную это видим уже что-то горнолыжное. Да, это тоже туристическое место, очень популярное, это потрясающий горнолыжный курорт, это гольте и он пользуется спросом не только в зимний период, в Словении и в соседних странах люди очень любят активный образ жизни и это также очень перспективные для инвестирования квартиры. У нас она осталась по-моему уже одна, достаточно быстро все остальные купили. Это тоже как очень хороший вариант для инвестирования, также это можно использовать для себя, для отдыха по выходным и сдача также будет гарантировать вам регулярный доход. Окей, тут же сразу вопрос, раз мы говорим о юрлице, если мы говорим о юрлице, то какие расходы на содержание этого юрлица, это уже собственно не налоги, это немножко другая история, но в случае если за этим юрлицом скажем один объект недвижности, о каких порядках может речь? Помимо налогов есть стандартные ежемесячные расходы, это расходы по бухгалтеру, это приблизительно 100 евро в месяц и обслуживание счета в банке, это 20, то есть регулярные расходы 120 евро в месяц, плюс налоги, это мы все детально можем просчитать в зависимости от объекта, и учредитель, если он один в своей компании, он просто сам себе платит зарплату, в целом больше никаких расходов нет. Конечно, если мы говорим о жилой недвижимости, здесь уже есть индивидуальные расходы, если мы говорим о коммерции, то, как правило, управляющая компания, арендатор, они сами оплачивают все расходы. Имеет зверу коммунальные и всякое такое? Да, арендатор сам это все оплатит. Окей. Офисное помещение, вот это уже коммерческая недвижимость, и вот это как именно офис? Несколько слов об этом, что это такое? Это как раз вот тот пример, о чем мы говорили немножко раньше, это офис банка Адика, очень крупный банк, достаточно стабильный, он находится в городе Веление, это небольшой город, но это центр, первый этаж, перед зданием есть открытая парковка, и тут, что очень хорошо, здесь договор аренды 10 лет. Доходность кому-то может быть покажется небольшой в 5%, но при таком договоре аренде мы можем также для иностранного покупателя предложить возможность кредитования, это тоже возможно, даже сейчас. Еще раз вот эта цифра 18756, это история опять же до уплаты налогов. Да, это чистый доход до уплаты налогов. Окей, хорошо, я думаю, что на самом деле сейчас, конечно, математикой уже заниматься не будем, но я думаю, в частном порядке можно будет вытащить, потому что, конечно, интересно посмотреть, на выходе что получается в этом случае. Я понимаю, что этот банк уже, этот объект уже с компанией продается. это уже арендатор, офис уже работает, банк уже туда заехал, и это уже готовый бизнес. Окей, хорошо. Так, ну и давайте смотрим дальше, вот еще одна даже история в Мари-Боре. Похоже, объект, стоимость выше, объясняю, почему Мари-Бор, это достаточно крупный город, это второй город по величине в Словении после столицы Любляны. Здесь также прекрасно долгосрочный договор аренды, также мы можем рассчитывать на кредитование, если есть такая необходимость, и тоже это достаточно большой банк НКД, вот здесь не очень видно. Но в любом случае все данные помимо цифр, также и об арендаторе мы все можем предоставить по запросу никаких проблем. Уточнить тогда еще все-таки хочу, откуда вообще появляются, почему сейчас продают такие объекты, в чем? Ну, хорошо, два объекта, понятно, что ты там 4-5 процентов, тем более грязные, мне это еще не мог видеть, какие цифры, но тем не менее. Почему такие объекты продаются? Кто сейчас продавец, в чем интрига для него? Интриги никакой, я думаю, что продавцы, покупая такие объекты, они на таких объектах зарабатывают, у них скапливаются определенные деньги, которые они готовы дальше вкладывать в что-то крупное, более крупное, чем то есть рынок очень активен, очень часто покупатели сегодня становятся в ближайшее время продавцом, цены растут, и у него есть безусловно понятная выгода от этого. Ну вот смотрите, может быть, если под рукой есть, Вика, можете сказать, один из этих объектов, скажем, в Мариборе или Велине, какой-нибудь 4% или 22440, это грязные, но хотя бы порядок с учетом всех расходов, какая цифра может в итоге получиться, 15, 17, 19, не до, не с точностью до евро, но хотя бы примерно историю. Я вижу комментарии, да, я могу точно сказать, что доходность, которую мы указываем, да, она до уплаты налогов, но после уплаты налогов доходность процентов, то есть, если мы указываем 4%, это 4% доходности и будет, даже после уплаты налогов, то есть, после всех расходов 3% доходности у вас не получится. Если нужен точный расчет по зарплатам, по регулярным расходам, вы можете связаться со мной и я вам направлю такой расчет, чтобы именно детально в цифрах это все было видно. Окей, хорошо, ну и давайте работаем этот объект, вот это уже супермаркет, да, то есть, как бы, то, на чем вы специализируете, цена уже другая. Да, мы в этот раз решили показать больше объектов по аренде недвижимости, по объектам до 500 тысяч, но вот такие вот объекты, как сейчас представлены у нас на экране, у нас, конечно, больше специализация на таких вот крупных площадях и крупных арендаторах. Тушь, это, пожалуй, самый крупный продовольственный супермаркет в Словении, здесь очень хорошая локация, это хорошая торговая зона, рядом находятся кафе, банки, очень большая парковка, по соседству находятся непродовольственные небольшие магазины, это обувной магазин, констоваров, бюджетный магазин, непродовольственный ПЭПКО, и здесь тоже очень хороший долгосрочный договор аренды, супермаркет был реновирован не так давно, то есть в ближайшие 10 лет у вас не будет никаких расходов по каким-либо ремонтам, суперстабильно, хорошая доходность, также возможно получить кредитование от банка. Окей, ну я там увидел, единственная, по-моему, опечатка была, если 5%, то 20% сроку окупаемости, а не 15%. 5% Мы проверим, да, в любом случае, просто каждому объекту цифры мы можем индивидуально обсудить, у нас это всегда открытая информация, мы всегда готовы эти расчеты предоставить. Скажите тогда несколько слов теперь, собственно, уже в завершающей части нашего вебинара о том, как сейчас происходит вообще технически вся процедура, особенно, ну, значительная часть нашей аудитории, сейчас я вижу среди наших зрителей много граждан России, это понятно, мы изначально портал на русском языке, да, и, соответственно, в нашем вебинаре всегда много потенциальных покупателей из России. Словения, Евросоюз, страна опиори недружественная, как сейчас хотя бы технически происходят основные моменты? Я могу сказать, что сейчас немного изменилась сама процедура переезда и открытия компаний, если раньше наши клиенты сначала открывали компанию, приобретали объект недвижимости, то сейчас Корея начинает с получения ВНЖ. Наличие ВНЖ или ПМЖ любой страны Евросоюза это большой плюс, сделки можно проводить и делать. Счета открывает, есть альтернатива от банков сегодня, то есть это не единственный банк, мы можем выбрать несколько вариантов. Если, допустим, уже готова процедура получения вида на жительство, у нас нету никаких проблем, мы сможем вот такие вот объекты, как мы сейчас рассмотрели, помочь приобрести, никаких ограничений не будет. Вы работаете, вы имеете в виду, если мы говорим сейчас о получении ВНЖ, речь идет нужно получить славянский ВНЖ или неважно, те люди сказали, что вы сейчас сделки закрываете с гражданами России, они получают в других странах ВНЖ? Да, абсолютно любой страны ЕС, ВНЖ или ПМЖ подойдет, не только славянска. Также, если у человека нету ни ВНЖ, ни ПМЖ, он начинает все с нуля, это все тоже возможно. Здесь нужно понимать, что да, процесс будет немного сложнее, здесь нужно понимать, что вход по стоимости должен быть не меньше 500 тысяч евро, потому что чем больше у тебя инвестиций в страну, тем больше у тебя возможностей. Но в любом случае, все, кто начинает сейчас с нуля, и ВНЖ, и покупку компании, открытие счета, это все можно сделать. Главное просто понимать чек вхождение. Окей, насколько, если я правильно понимаю, опять же, я могу судить по словению ничего не скажу, скажу, что по другим странам, что в принципе, если, скажем, по той же Испании, подавляющее большинство банков, например, в России сейчас счета не открывают, ты приходишь в банк, нет. Опять же, называю, тут я сам эту процедуру не проходил, называю там один-два банка, что если ты осуществляешь и в конечном итоге заинтересован в приобретении некой недвижимости, то с тобой начинают разговаривать просто потому, что за тебя еще уклонено рядом слово замолвит социальный продавец. В Словении как эта система хотя бы примерно работает, я понимаю, сейчас вслух не все можно говорить, но тем не менее, что можно, чтобы было хотя бы примерно понимание. Важно понимать, где находятся финансовые средства. То есть, самое первое важное это документы клиента о происхождении средств. Для нашей работы с клиентом нам нужно видеть наличие чистых и понятных доходов. Далее есть различные юрисдикции, откуда будут переводиться средства. То есть, у нас есть опыт, когда клиент заводил деньги на свою славянскую компанию из Казахстана, из Дубая, Сербии, других стран. И на наших примерах при наличии документов о происхождении средств понятных, открытых, чистых. Перевод этих средств, он идет на славянскую компанию для покупки недвижимости. То есть, это не транзитный счет, куда деньги попадают, а потом куда-то исчезают. То есть, нужно понимать, что эти деньги, они идут для инвестирования в страну. и у банков в таком случае не возникает дополнительных вопросов, и все получается. Есть еще дополнительные возможности, это перевод средств на экскроу-счета адвокатов, юристов, агентств по недвижимости. То есть, есть несколько вариантов, индивидуально мы все сможем разработать. Главное, просто понимать, что наличие документов о происхождении средств есть. И, да, заводить средства нужно будет через какие-то счета не в российских банках. Вопрос тут тоже идет вискутка по поводу налогов зарплаты в месяц. Какая налогов зарплаты в Словении? Мы можем это все индивидуально просчитать, потому что вот сейчас назвать какую-то единую цифру или процент очень сложно. Все зависит от объекта. Свяжитесь со мной, я вам все в расчетах укажу детально. Хорошо. Ну и тогда в заключении ваши ощущения ближайшие планы, перспективы европейской недвижимости как таковой. То есть спрос, предложения, как они будут коррелировать в ближайшее время? Я думаю, что спрос продолжится. Мне кажется, что удовлетворить тот спрос, особенно на жилую недвижимость, которая есть сейчас, продолжится еще долго. Мы прогнозируем на следующий год увеличение, ну, может быть, на 3% стоимости, да, и жилья, и коммерции. Но в целом все-таки, скорее всего, цены заморозятся на том уровне, на котором они есть сейчас. Активность вряд ли будет снижаться. очень важно еще я хотела бы добавить пору коммерческую недвижимость, все-таки про коммерческую недвижимость, что, да, мы сказали, что сейчас очень важно смотреть именно на долгосрочность договора и также смотреть на объекты с хорошей энергоэффективностью. То есть сейчас это тоже очень важный момент. Это дает минимальные затраты на содержание такого объекта. Например, большие коммерческие объекты, которые мы сейчас продавали или развивали, они, например, имели тепловые насосы, которые работали от электричества. Как я уже сказала ранее, в Европе государство ввело потолочные цены на электроэнергию, на теплоэнергию, и они очень сильно мотивируют всех устанавливать солнечные станции. Почему это может быть еще и интересно? Например, на одном из наших новых объектов мы установили такие солнечные батареи, которые позволяют покрывать до 70% потребности самого объекта. Этой станцией управляет управляющая компания, и также эту электроэнергию мы можем продавать другим соседним арендаторам. То есть это очень интересная комбинация, и если клиент, объект имеет такую станцию, у клиента есть возможность получать и за аренду объекта, и за солнечную батарею. То есть мы сейчас развиваем это направление, это будет как дополнительная доходность, и получается, что арендаторы при этом будут платить на 30% меньше, чем обычно на рынке. речь идет объектах, но это именно те объекты, которые как бы отдельные здания должны быть, или это может быть, ну скажем, покупая банк, помещение, где находится банк, в большом здании, наверное, это возможно. Вряд ли, вот скорее последний объект из нашей презентации, чтобы визуально понимать, как это должно выглядеть, то есть это один настоящее здание, но оно как раз таки вот имеет соседних других арендаторов, то есть вот примерно в таких вот объектах это возможно. то есть важно обращать внимание в коммерческих объектах также на эффективную систему отопления, возможности установки солнечных батарей. Окей. Хорошо. Ну что ж, вроде основные моменты обсудили. Контакты Виктории Саченко к компанию Future Real Estate я думаю можно еще раз опубликовать. Всем, кому интересно по итогам, если кто-то какой-то момент пропустил, если какой-то момент пропустил ли, то тогда у нас и запись вебинара будет, и краткий отчет, и представление этих объектов. Пожалуйста, контакты Виктории у вас на экране. Вика, спасибо вам большое. Спасибо, Филипп, спасибо участникам за вопросы. Я буду рада ответить дополнительно каждому индивидуально. И спасибо, что нашли время нас послушать. Спасибо. Дорогие друзья, традиционные пожелания в 2022 году мира и безопасности вам и вашим близким. Через три дня 22 числа мы проводим в заключительной в 2022 году вебинар. Это будет итоговый вебинар по итогам 2022 на рынках недвижимости по всему миру. Встретимся и еще раз сможем увидеть, поздравить друг друга. Спасибо большое, Виктория. До встречи. Всем мира и добра. Удачи. Всего доброго. Субтитры